На дворе еще больше нагадывая зиму, а у фойе областного громадского культурного центра саправдный весновый вернисаж. Некольки десятков картин, якие вышел мужчина, полезкий самородок Дмитрий Меляшеня. Правда, до этой справы его долучила женка. С пашатку, кажа, вышивал рушники, потом перешел на панно. Без женшин у нас в Оголе ни одно досягнение не отрымливается. Сарод у дельника у приему Надея Иванова. Мать Александра Иванова, який сёлита, будет представлять нашу краину на юрабачене. Калиб у свой час не убачила талант сына и не подтримала. Яши неведома, те досягнув бы хлопец таких творчих вышинь. Он с двух лет начал петь. Конечно, мы поддерживали, мы сами в семье поющие, все гитаристы. Поэтому, не знаю, учили петь, вместе пели. Сарод запрошенных на урожистый прием керовники предприемствов, наставники, медики, экономисты. И усе без выключения мати. Правда, по колькости дятей, среди них безумовный лидер Вольга Масолова с Житковичу, якую подчас приему уручили орден мати. Зараз у ее пять сынов, и семья, разглядая мощимость, взять на выхование яше некольких девушинок, які опынулись у складанной житевой ситуации. Тем больше, что семья у женщины дружная, а у все мужчины клопотливые. Стараются подделки делать. Котики уже распустились, которые уже весной. Что-нибудь стараются цветы летом принести. Помогают во всем. Сегодня женщины працуют навод у таких сферах, які аж недавно лишились традиционно мужчинскими. У силовых структур Гомельской области, на приклад, женщин-офицеров сегодня 250 человек. Даже 86 уродженок региона у свой час воевали у Афганистане. И такая лишьба. 12% хирургов – так само женщины. Пришим, что год кожная з них выконывая не меньше, как 100 складанных операций. Аля кім бы яны не працавали, усеяны цудовная палова, якую любят за мудрость, цыпленню и пяшшоту. Ради чего сегодня мы живем, творим и стараемся сделать так, чтобы в их жизни были как можно лучшие моменты и чтобы эти люди и дальше приносили то благое, что они сегодня делают для нас. Поэтому всем здоровья, благополучия и всего самого хорошего.